Вода в трубах, в кранах, в каждом доме. Жителей Самары вот уже 130 лет обеспечивает водой Самара водоканал. 130 лет назад был открыт Самарский водопровод. Тогда, в 1886-м, его протяженность составляла всего 27 километров 500 метров. Он состоял из одной водонапорной башни и котельной с тремя котлами. Сейчас Самарский водопровод – это крупнейшая инженерная сеть биологической очистки. Протяженность водопроводных сетей составляет 1551 километр. Длина канализационных сетей – 1280 километров. Самароводоканал. 130 лет на службе города. Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Каким был городской водопровод в Купеческой Самаре, как со временем менялись технологии по очистке воды и организации водоснабжения. Об этом говорим сегодня. И в нашей студии экс-руководитель муниципального предприятия Самара Водоканал, заслуженный работник ЖКХ России Владимир Писарев. Здравствуйте, Владимир Николаевич! Здравствуйте! Очень приятно видеть вас в нашей студии, потому что за вашими плечами такая история, большая производство огромного муниципального предприятия. Скажите, пожалуйста, когда вы первый раз попали на Самарский Водоканал? Сколько вам было лет и что тогда из себя представляло уже предприятие? Ну, на Самарский Водоканал я попал в 1959 году, 2 января. Сразу после Нового года. Да, сразу после Нового года, после окончания службы в рядах Советской Армии. Ну, Водоканал представлял тогда предприятия весьма и весьма маломощные. Ну, достаточно сказать, что бригады в то время, ремонтные бригады, на место производства работ добирались зачастую пешком. И трубы, которые нужно было менять на ремонтных работах, несли на своих плечах. Когда я начал работать, из средств механизации был даже в этом Водоканале Ишак, Яшка его называли. И две лошади. Да. Но люди работали. И в то время обстановка была более-менее терпимой. А вот в последующем, в связи с бурным развитием жилищной застройки, промышленности, резко увеличилось водопотребление в городе, увеличился объем сброса стоков. И к концу 60-х годов положение сложилось критическим. Ну, достаточно сказать, в то время как раз застроили площадку ДОСАФ, это район улицы Родромной, улицу Гагарина. Так вот, в часы максимального водопотребления вода поступала в этих домах только до второго этажа. Еще сложнее сложилась обстановка к этому времени с канализованием города. Более 500 тысяч кубометров стоков в сутки грязной, неочищенной воды сбрасывалась в Волгу и в Самарку. Особенно страшная картина была по Самарке. Сама Самарка, река, в то время несла порядка 15 кубометров воды в секунду. Из этих 15 кубометров 6 или 7 кубометров были стоки. 3-4 кубометра неочищенных бытовых стоков и около 3 с лишним кубометров промышленных. Они изредка назывались условно чистые, но практически были безусловно грязными. Такая ситуация сложилась, к сожалению, в те годы не только в городе Самаре, а в целом по всему региону, да, наверное, и по всей России. Поэтому в 1969 году вышло совместное постановление Центрального комитета и Совета министров СССР. Это был в то время самый высший орган управления о предотвращении загрязнения рек Волги и Урала. И надо сказать, что в связи с выходом этого постановления в первую очередь было уделено внимание наращиванию мощностей канализации, но одновременно в этом же постановлении решались вопросы и водоснабжения городов, не только Самары, а всего региона. И вот благодаря этому постановлению начался бурный рост, началось развитие водопроводно-канализационного хозяйства, в том числе и города Самара. Для организации строительства объектов водопровода и канализации была создана дирекция строящихся предприятий водопроводно-канализационного хозяйства. Финансирование строящихся объектов было осуществлено из федерального бюджета. Комплектование оборудований материалами было поручено союзным органам комплектования. Это помогло в ближайшие, в кратчайшие сроки развить бурную деятельность по строительству объектов, в первую очередь, водопровода, ну и, соответственно, и канализации. Владимир Владимирович, а вы же пришли когда? Вы же начали, вот вы говорите свое прошлое как руководителю, когда принимались такие решения, но вы же начали с какой должности? Я начал с должности техника. Техника, а дошли до руководителя. А потом инженер, сменный инженер, старший инженер, потом главный инженер водоканала, три года, 18 лет начальник управления водопроводно-канализационного хозяйства, а потом перевели меня генеральным директором территориального производственного объединения жилищно-коммунального хозяйства Самарской области до 93-го года. Да, в 93-м году переименовали это предприятие просто в управление в связи с передачей коммунальных объектов из государственной собственности в муниципальную. Территориальное управление производственное, оно потеряло свои функции, и поэтому было переименовано просто на управление управления водопроводно-канализационного хозяйства. Владимир Николаевич, а каким вы были руководителем? Вот какие качества руководителя для вас были важны? Как нужно было общаться с работниками, держать дисциплину? Как была обеспечена социальная база? Вот преимущества работников Самар-водоканала, это какие? Ну, я не знаю, найдете ли вы собеседника, чтобы он пришел к вам и сказал, что я был плохим руководителем. Ну, может быть, кто-то особенно критичный себе настал. Я считаю, что с задачей, вот я начал говорить о начале развития водопроводно-канализационного хозяйства, значит, порядка 15 миллионов рублей в год выделялось капиталовложений, средств для развития наших объектов. В сегодняшних цифрах это миллиарды. Это миллиарды, это, скорее всего, приближается к бюджету всей их жилищной коммунальной отрасли. Такая важность объекта. И для того, чтобы поднять эти объемы, нужно было прикладывать очень много усилий. Нужны были и знания, нужны были и старания, и добросовестность. И, ну, что я скажу, работали мы тогда все рабочих дней. У нас было в неделю шесть. Рабочий день начинался с восьми утра до восьми вечера. Ну, и когда я стал уже руководителем, после восьми вечера приходилось рассматривать все бумаги, всю переписку. Как мы выдержали, я просто удивляюсь. Но специалисты и руководители, с которыми мне пришлось работать, сумели выдержать. Кроме слова благодарности, мне им высказать просто нечего. Но надо сказать, на нашем уровне организовать такую стройку практически мы не сумели. Основная роль в организации, в развертывании такого объемного строительства принадлежит областным и городским руководителям. В то время зампредседателя областполкома Ковалев Олег Ильич, он по нашим вопросам в Москве был очень часто. Значит, в первую очередь надо было заполучить в правительстве лимиты на разработку проектов. Надо получить было в правительстве лимиты на строительно-подрядные работы. В то время такая ситуация была. Не так, как сейчас на торгах подряда мы выбираем подрядчика. Я заказчик, объявляю торги подряда и выбираю, кто из подрядчиков с претендентов больше не подойдет. А в то время было наоборот. Заказчик искал подрядчика, уговаривал подрядчика. И если не было лимитов на выполнение строительно-монтажных работ, подрядчик ни на какие уговоры не шел. Поэтому Олег Ильич Ковалев выбивал вот эти вот все лимиты строительно-монтажных работ. Занимались комплектовкой оборудования, материалов. В то время этот вопрос решался очень сложно. Не хватало. Многое тогда не хватало. Правда, в тех условиях и сделали, дай бог. Да, вспомнить только наше предприятие, шоколадную фабрику и другие. Самый принципиальный вопрос, который удалось решить руководству и нам. Вот здесь все вопросы готовили мы уже для принятия решений на уровне области или города. Значит, при разработке проектов мы запросили данные со всех предприятий города. Да. Данные по водопотреблению на сегодняшний день, на тот день. Данные по водопотреблению на перспективу. А в те годы каждое предприятие имело планы развития и имело утвержденные данные по работе, по крайней мере, не менее чем на пятилетку. Да, все интересно. Мастера и те вынуждены были ходить по предприятиям города и выбивать все эти данные. Даже санкции кое-какие применяли перекрытия под подачей воды. Была возможность такая, да. Возможно, но это хулиганство, конечно. Но зато результат. И вот в результате этого мы определили, какой объем водопотребления будет на расчетный срок. А расчетный срок в 70-м году принимался в 80-й, по-моему, год. Я уже сейчас немножко забыл. По-моему, 10 лет, да. Значит, и затраты на развитие объектов водопровода, на обеспечивающую подачу этого объема. И просчитали затраты, разовые затраты капиталовложения на кубометр подаваемой воды. И вот эти вот затраты разделили всем предприятиям. Значит, Госплан, Совмин, Минфин в то время, значит, согласился с таким подходом. Но сказал уважаемые самарцы, тогда кубовцы, значит, для того, чтобы вам включить Минфину в план финансирования объектов за счет министерств, которые, объекты, которые у вас потребляют воду в Самаре, вам нужно получить официальное согласие этих министерств. Так вот, Олег Ильич Ковалев брал нас, команду. Мы тогда были молодые, 12-й этаж, я забегал в лифте, в Госплане СССР была очередь большая в лифте. Тогда дисциплина хорошая была. И фиксировали приход работника в Госплан с проходом, ну, при проходе проходной, значит. И в лифте очередь большая. А когда, да, немножко задержишься к администратору, к начальнику отдела Госплана, там тоже очередь. Поэтому на 12-й этаж я забегал где-нибудь минут за пять и получал первый. Да, как хорошо, повезло нам, чтобы молодые были, да. Так вот, Олег Ильич, он у руководства министерства принимал, добивался решения, визы. Мы с этими визами, с этими документами пробегали по всем отделам и получали решение всех министерств о выделении средств. Вот в результате этого порядка 30 средств, объемов финансирования было получено за счет предприятий, за счет других министерств. И это приблизило развитие, позволило развитие мощности водопровода на годы раньше, чем если бы мы рассчитывали только на бюджетную финансирование федерации. Финансирование шло из федерального бюджета. После Олег Ильич передал функции, вот эти функции, Росовскому Алексею Андреевичу, бывший председатель городсполкома. Очень многое сделал он. Но в то же время привлекли строительные тресты для строительства наших объектов. Ну, это монстры того времени строительной сферы. Это трест промстроя по водопроводу и трест 25-й по канализации. Справляться с такими монстрами на нашем уровне было очень трудно. Ну, мы, ну что там, по 30 лет парням было, так? И там Калягин сидит. Поэтому большая роль в организации строительства, в обеспечении эффекта от выделенных средств и освоения средств принадлежит и городсполкому. Первые годы, да и большую часть лет, курировал нас Тарасов Николай Кузьмич, заместитель председателя городсполкома. А в последние годы, когда Николай Кузьмич перешел, взял другие функции себе, курировал нас заместитель председателя городсполкома Родионов Алексей Иванович. Да, знакомые фамилии. Да, да. Конечно, без их влияния поднять такой груз мы фактически не смогли бы. Владимир Николаевич, а социальный вот быт работников, возможность отдыхать, здоровье поправлять, как это все было организовано? Это тоже неотъемленная часть производства. Особенно раньше этому уделялось такое большое внимание. Как вы с этим вот справлялись? Ну, быт работников у нас в эти годы, слава Богу, благодаря активной поддержке Росовского Алексея Андреевича, у нас решался весьма и весьма положительно. К сожалению, уровень зарплаты, да и размеры зарплаты нам диктовали нормативами. Мы не могли сами определять заработную плату слесарю, мастеру, инженеру, да и руководителю. И уровень зарплаты в нашем хозяйстве, в коммунальном, был самый низкий по сравнению с другими отраслями. И обеспечить набор кадров было очень трудно. Мы в те годы, а, объекты строились, вводились объекты. Надо было обеспечивать набор для наладки и для организации работы этих объектов. Это насосные станции, очистные сооружения. Ну, вот я сделаю некоторые отступления и потом вернусь к вашему вопросу. Значит, вот со 70-й и по 88-м году я ушел оттуда, было построено на насос-фильтровальной станции номер один, очистная станция, 120 тысяч кубометров в сутки. Была мощность, была на 69-й год, всего 170 тысяч кубометров в сутки. Так. Всего на этой станции. Была построена шестая секция, 120 тысяч кубометров в сутки, седьмая секция, 320 тысяч кубометров в сутки довели мощность до 600, 650 тысяч кубометров в сутки насос-фильтровальной станции. Реконструировали станции первого подъема, построили новые насосные станции на 600 тысяч кубометров в сутки второго подъема, построили новые насосные станции на 600 тысяч, не на 600, на 300 кубометров в сутки третьего подъема, построили сотни километров водоводов и водопроводных сетей. После этого, как закончили развитие на АНФС-1, перешли к освоению нового водозабора в Студенном овраге. Интересно, как пришлось выбирать нам этот новый водозабор. Мы по своей консервативному подходу настаивали расширять существующий водозабор на соцфильтральной станции номер один на Советской Армии. С санитарными органами не удалось нам доказать, что можно его расширять до миллиона кубометров. Пришлось выбирать новую точку. Выбирали здорово. Нам даже предлагали уходить выше города Тольятти, поскольку ниже Красной Глинки, левый берег Волги, в то время вода была загрязнена. Но остановились на водозаборе в районе Студенного оврага. Снесли поселочек Студенный овраг. 29 семей выселили, переселили. Ну, там социальный объект был, магазинчик, склады вот такие были мелкие. И начали осваивать новый водозабор в Студенном овраге. Уникальные по своему роду конструкции по своей водозабору. Насосную станцию запроектировали очень мощную. Диаметр стакана станции, круглой станции здания был 36 метров. Толщина стенки стакана 2 метра. Глубина 30 метров. 45-й отметки опустились на 15-й отметку. Это где-то чуть ли не на 15 метров ниже уровня воды в Волге. Оголовок для водозабора нас вынудили перенести в русло судоходную часть Волги. Потому что в то время прибрежные воды были загрязнены. И строительство этого объекта вообще велось очень и очень оригинально. Значит, были вынуждены разработать 150 тысяч кубометров скальных пород. Вывезли в русло суденном овраге. И там сейчас такие дачи понастроили на том месте, где мы склотировали вот этот грунт, вывезенный с первого подъема. Ну, о строительстве можно говорить очень много. Работа, да, гигантская. Значит, после очистную станцию там на Студенном овраге построили на 200 тысяч. Там же третий подъем, водоводы. Короче говоря, объектов было построено много. Но, надо сказать, хоть юбилей-то водопроводный, но в то же время велось у нас строительство и канализации. А по канализации были построены насосные станции номер 6, очень мощные, насосные станции номер 13, очистные сооружения, комплекс очистных сооружений 600 тысяч кубометров в сутки, мелкие насосные станции. И на все эти объекты надо было набирать людей. А на нашу заработную плату не с большим энтузиазмом шли люди. Поэтому, вот, возвращаясь к вашему вопросу, нам горосполком помогал здорово. И без этой помощи мы бы не осилили укомплектовать своими кадрами свои объекты. Нам через год мы получали 80-квартирный дом. Вот. Мы представляли жилье непосредственно, сразу при приемке на работу. Правда, жилье вновь набираемым предоставляли освобождающиеся, а новое жилье распределяли по очереди, которая у нас сформировалась в то время среди работающего коллектива. Ну, надо сказать, что вот эти объекты, они были весьма и весьма сложными. В то время уже энергетическое оборудование было принято грамотно, было принято грамотное такое решение, что уже электронная техника в те годы даже уже у нас применялась. Я бы здесь выделил роль нашего главного инженера Плятмера Владислава Николаевича. В то время нам пришлось с ним вместе работать. Если мне с дирекцией приходилось решать вопросы финансирования, комплектования, организации строительства, то вот принятие технических решений, особенно в энергетическом плане, у нас легло на плечи главного инженера. Это грамотнейший человек. Тоже ваша тезка Владимир Николаевич. Нет, Владислав Николаевич. А, Владислав, извините. Да. И часто приходилось принимать решения по проекту, предположим, принятый. Один тип оборудования для применения комплектующей организации не может такие поставить. Принимали волевое решение, и он находил предложение, и помимо проектной, в отличие от проектных позиций, мы комплектовали теми, которые можно было применить в то время. И на его плечи легла роль наладки, пуска в эксплуатацию этих сооружений, комплектования, обучения. Ну вот, все-таки, несмотря на то, что так напряженно мы работали, справились. Такое дело, да. И где-то уже к 80-му году, в 76-м году уже очистные сооружения пустили по канализации. Вот как раз вот я про очистые сооружения, про очистку. Значит, в 72-м году, ой, нет, не в 72-м, эти водопроводные сооружения на Студенном Авраге, и проблему в городе по водоснабжению была решена, правда, за исключением поселка Зубчаниновки, поселка Мехзавода и поселка 116-го километра, где проблемы решаются, по-моему, и сегодня еще. До тех пор, да. Вот я хотела как раз по очистке, очень волнует горожан, вот чистота воды, вот именно очистка. Вот в те времена, какая, механические методы или биологические, вот какие использовались очистки воды? Ведь это же очень важно, какую воду пить, качество воды. Вы имеете в виду очистка водопроводной или канализационной? Ну, наверное, водопроводной. Водопроводной. В водопроводной технологии биологические процессы не применяются. Это применяется только при очистке сточных вод. А в то время, значит, применялось механическое, ну и, если можно сказать, химическое, что ли, хлорирование. Потому что именно это сегодня людей это волнует. Доволен, что то, что сумели мы построить, попало в хорошие руки. Это чтобы сердце у вас было спокойное. Вот еще есть такое понятие, знаете, вот я заинтересовалась, культура водопотребления. Вот что в него вкладывается, что входит? Вообще она актуальна и тогда, и сегодня, или нет? Такой термин я обнаружила, готовясь к программе. Культуру водопотребления и в то время, и сегодня, да ну нет, в то время она несколько отличалась. В то время, когда мне приходилось работать, приборов учета на жилом секторе, по сути дела, не было приборов учета. И потребление воды определяли по нормативам. А нормативы определяли экспериментальным методом, путем разовых замеров по отдельным объектам разной категории и разной степени благоустройства. А сейчас совсем другие. И тогда вода, по сути дела, по сути дела, была общедоступной и затраты на воду население не чувствовало. Поэтому лили ее, лили ее сколько хотели. Это неправильно, да. До 400 литров в сутки на человека доходило фактическое потребление. Сейчас это изменилось. Большая часть потребления идет по приборам учета. И тарифы выросли, значительно выросли тарифы. И каждая семья уже чувствует долю затрат на потребление воды. Вот это, наверное, все-таки правильно, экономично. Вот знаете, есть очень много высказаний по поводу воды. Вот вода, это же самое ценное, наверное, как и воздух и так далее. Что у нас есть? У вас есть любимое какое-то высказание по воде? Вот я сейчас вспомнила «Без воды» и «Ни туды, ни сюды». Хоть это немножко вульгарно, наверное, старый фильм, а у вас? Вот что у кого-то такое? У нас любимое высказывание это Твардовского. «В жаркий день, в пыли походной, в летний зной или в холода, Лучше нет, простой, природный, из колодца, из пруда, Из трубы водопроводной, из ручья, лучше нет, простой, природный, лишь вода была бы вода». Ой, какое замечательное высказывание. Ну вот надо перечитать Твардовского. Это не мое, это твардовского. Да, это ваше любимое. Поддерживаю. Мы вам благодарны за то, что вы сделали, и очень рады за то, что у вас сегодня спокойное сердце, что все это на должном уровне поддерживается. И я хотела бы, наверное, еще раз напомнить, что 130 лет будет отмечать Водоканал Самарский 14 октября. Спасибо вам еще раз большое за то, что пришли к нам в гости, в наш эфир. Вам мы желаем здоровья, продолжать активный образ жизни, на пользу города также трудиться. И спасибо вам за то, что вы сделали для нас, для горожан. Спасибо еще раз. До свидания. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Вода в трубах, в кранах, в каждом доме. Жителей Самары вот уже 130 лет обеспечивает водой Самара Водоканал. 130 лет назад был открыт Самарский водопровод. Тогда, в 1886-м, его протяженность составляла всего 27 километров 500 метров. Он состоял из одной водонапорной башни и котельной с тремя котлами. Сейчас Самарский водопровод – это крупнейшая инженерная сеть биологической очистки. Протяженность водопроводных сетей составляет 1551 километр. Длина канализационных сетей – 1280 километров. Самара Водоканал. 130 лет на службе города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова